Сегодня в программе «Нас проекты пользы для каждого» говорим о поддержке малого и среднего предпринимательства в нашем крае. История взаимоотношений государства и бизнеса на примере одного из героев этой программы очень напоминает светофор. На этапе становления компании горел красный свет, потом отношения становились теплее, и теперь предпринимателям в плане государственной поддержки светит такой зеленый свет, что наш герой до сих пор удивляется. Я на самом деле не верил до последнего, что помогает, потому что когда мы начинали, мы тоже обращались к государству, чтобы нам помогли, нам сказали, вот там вот микрозаймы, идите, от нас скажете, дадут хороший процент. Вот что нам сказали. Сейчас ситуация абсолютно поменялась. Иван Степанов – предприниматель-производственник со стажем. Мария Астромилова – самозанятая. Наиля Змухаматов – директор компании «Экспортера». И для развития своего дела все они смогли воспользоваться мерами государственной поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Мария, например, прошла бесплатное обучение в центре «Мой бизнес», 9 лет в кинологическом спорте, потом 5 лет работы аниматором на уровне хобби, и вот теперь интерактивный театр «Собака-улыбака». Своё дело! Как его вообще вести? Это очень хорошие инструменты, основы предпринимательства, потому что не все знают, то есть нет юридической и экономической грамотности не у всех. У меня у самой два образования – юридическое и экономическое, и то мне помогло в какие-то моменты, потому что нюансы ты, когда не ведёшь бизнес, ты не знаешь. Компания «Айтехникс» – красноярский производитель светофорного оборудования на рынке 7 лет. С таким стажем обращаться к специалистам разве что за юридической консультацией, за тонкостями составления экспортного контракта. Компания сейчас активно выходит за пределы российского рынка благодаря участию в крупных международных выставках. Помогает ей в этом центр «Мой бизнес». Экспортеры региона, кстати, могут воспользоваться различными мерами поддержки в рамках сразу двух нацпроектов. «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Постоянно помогает нам участвовать на выставках в Республике Казахстан. То есть мы три года уже ездим на эту выставку, и с каждым годом всё как бы увеличится, увеличится количество партнёров и знакомств именно на территории Республики. Идём в этом направлении, именно работа на экспорт. А вот компании «Слипкайф» принять участие в выставке пока не удалось. И с партнёрами из ближнего зарубежья, с поиском которых посодействовал центр «Мой бизнес», всё ещё в стадии переговоров. Но зато фабрики матрасов помогли с рекламой товара. С этого года люди приходят, мы отслеживаем трафик. И люди говорят, да, что видели нас по телевизору, допустим, дочь увидела, посоветовала маме, мама пришла, она ступила. То есть польза от этого есть обназначена. Мария, победившая в одной из номинаций конкурса для самозанятых «Лучший» в своём деле, тоже потратила подарочный сертификат в 100 тысяч рублей на продвижение своих услуг на телевидении. Самый, наверное, большой расход финансов – это как раз-таки на рекламу, на продвижение в соцсетях. Потому что оттуда идут у нас клиенты. Сарафанное радио – это, конечно, хорошо, но это не те объёмы, которые хотелось бы. А вообще в крае 107 тысяч предпринимателей и более 116 тысяч самозанятых. У каждого свой запрос. Поэтому система поддержки малого и среднего предпринимательства сформирована так, чтобы на каждом этапе жизненного цикла компания могла воспользоваться различными инструментами. Марии сейчас не хватает такой меры поддержки, как обучение маркетингу в соцсетях для самозанятых. А Иван говорит, что список большой и есть фактически всё – и обучение, и консультирование, и продвижение, и финансирование. У нас в разы выросло количество полученных микрозаймов. Это, кстати, связано с тем, что у нас филиальная сеть формируется, и предприниматели обращаются не только из города Красноярска, и не столько из города Красноярска. Проще получить стало предпринимателей в территориях Красноярского края. В общем, государство стало ближе к предпринимателям и географически, и, скажем так, по-человечески. Я, правда, был крайне удивлен, что приходишь к ним, и они относятся к тебе не как в государственной организации, а как в коммерческой организации. В коммерческой организации все тебе объясняют, показывают тебе чай, кофе. Причем я сейчас смотрю, что они рекламируются по телевидению, и, в принципе, говорят, приходите, мы вам дадим деньги. Это очень хорошо, на самом деле, что государство начало помогать. Важно, чтобы ушло вот это недоверие, потому что момент недоверия, он присутствует предпринимателей к вообще государству, к государственной поддержке. Важно обращаться, больше проявлять активности, смотреть, изучать, доверять, пробовать. И даже если вдруг с первого раза не получилось, то мы очень стараемся, чтобы услуги центра «Мой бизнес» были максимально клиентоцентричны. Обо всех мерах поддержки можно узнать на сайте региональной сети центров «Мой бизнес» или по телефону 8 800 234 01 24.